Добрый день, дорогие зрители! Это единственный и неповторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю вторую часть моего прохождения игры Ведьмак 2 Убийца Королей. Итак, в предыдущей части мы начали это прохождение, прохождение второй игры. И контекст следующий. По какой-то причине Геральт находится в темнице. В реальном времени он находится в темнице, и его допрашивает шеф спецслужб Тимерии по имени Вернон Рош. Или Вернон Роша, я не знаю, не помню, как там правильно выговор был, но в любом случае, да, его допрашивает шеф спецслужбы Тимерии. И те события, о которых он хочет узнать, эти события происходили, если я правильно помню, два дня назад, во время штурма замка. Там мы видели, что Геральта в начале дня он проснулся вместе с Трис Мерри Гойт, что вполне неплохо. И после короткого разговора его вызвали королю, королю Фольтесту. И добрались до того момента, когда мы прошли кое-какую часть пути вместе с Фольтестом. Он там поговорил с солдатами, с послом из Нильфгарда, если я правильно помню, Шиллярдом, Фитцем Эстерленом. И да, где-то в середине этой прогулки мы остановились в предыдущей части. Также мы встретили одних из своих старых друзей, Рубайл из Клинфилда, вместе с которыми у Геральта когда-то было приключение, которое включало в себя красивых зериканок, походы по горам и бой с драконом. Довольно-таки интересно. И, а, конечно, забыл одна очень разъяренная черномолоса чародейка, которую фанаты Ведьмака будут знать. Итак, с этим всем разобрались, и в таком случае загружаем игру. Получается, это было последнее сохранение. Посмотрим, как будет с графой, потому что я ее немного поднял, и я думаю, что сейчас могут с этим быть проблемы. Посмотрим, что из этого всего получилось. Долгая загрузка, это уже не улыбает, если честно. Итак, мы возвращаемся, в таком случае, в осаду. Да, фпс немного упал, но я думаю, будет не слышно потом. Ваше Величество, прошу простить мне смелость моего вопроса, но я вынужден его задать. Какая судьба ждет бастардов, когда... Это не бастарды. Это мои дети. Еще раз услышу бастард, кто-то об этом сильно пожалеет. Святейший Государь, прошу простить, однако же законы наследования подразумевают необычайно четкую процедуру. Вкус на законы. Надо будет, поменяю. И я не позволю бунтарям использовать моих детей как знамя. Ваше Величество, вы абсолютно правы. Благодаря Геральту из Ривии, моя дочь Атта жива. И Родовид Риданский взял ее в жены. Понимаю. Понимаешь, да не до конца. Я знаю, что молодой король только и ждет, пока я помру. Уверяю вас, король Родовид Риданский желает вашему Величеству крепкого здоровья и долгих лет жизни. Это не смешно, твое превосходительство. Старые семьи никогда не признают Риданского короля. А Адде придется ограничиться одной Риданией. Я понял. Некоторые вопросы престола наследия еще не разрешены, Ваше Величество. Я прошу вашего позволения удалиться. Позволяю. Черные в моем лагере перед битвой. Куда мы катимся? Пусть моя воля отослал бы его в сморщенную башку императору Энгэру. Но Трис Мерри Гольд велела мне быть вежливым и терпеливым. Как по-твоему? У меня получилось? Отлично, как всегда. Как нельзя лучше. Я всегда знал, что ты свой парень. А что там люди болтают, клал я на них. Они и о Бадде говорили. Разузнал что-нибудь о нашем убийце? Трис сделала вскрытие. Он мог быть ведьмаком. Вот холера. Что я сделал ведьмакам? Знаешь еще что-нибудь? Знака школы при нем нет, но это ничего не значит. Многие на твоем месте утаили бы такие сведения. Пускай Трис мне обо всем расскажет после битвы. А сейчас займемся предателями. Куда бьете, мазилы? Солдат, трубу! Что ж там делается? О, это же Краф и Чаверия! Держи, ведьмак. Бьем по тому с красным плюмажем. Полгода назад он клялся служить мне до конца жизни. Давай. Насколько поднимать? О, черт. А я-то откуда знаю. Так, с красным плюмажем. Что это к черту значит? Посмотрим... Полтора градуса. Посмотрим, что из этого всего получится сейчас. Я уже забыл, надо было целиться верховной частью или серединой. Оказалось, что серединой. Имейте в виду, кстати. Теперь самая... Та часть, о которой я волновался. Бой. Разговоры это одна вещь, но вот бой это уже совсем другое. Ладно, следуем за Фольтестом. Знаешь, ведьмак, я готов простить Луизу. Пускай только преклонит колени перед своим королем. Очень благородно. Все издеваешься. А, неважно. Я уверен, что Луиза поймет, что совершила ошибку. Кроме того, детям нужна мать. Что-то я потерял нить. Все просто. У нас с Луизой был небольшой разлад. Она хотела от меня того, чего я не мог ей дать. Понимаешь? Кажется, да. Сразу нашлись такие, как графа Чаверия. Благородные, сочувствующие. Сказали, мол, злой король хочет отобрать детей. Но мы их защитим, а при случае и на трон возведем. И баронесса позволила себя провести, как и любая другая мать. А эти только и думают, как бы ослабить корону и урвать привилегий. Ну да, звучит логично. Мне не хочется. Здравствуйте, солдаты! Да здравствуй, король! Король! Так, куда мы, братцы, направляемся? Так, что нам, братцы, нужно? Ну, а не надо! Так, держать! Все такие радостные. Внимание! Вы почти пришли! Оружие готовь! Так, что теперь происходит? Сейчас шмякнут в башню, что ли? А не, мы обратно в темницу. Идея с башней была просто великолепна. Она должна была сломить дух бунтовщиков. Толпа разодетых борчуков с помпой посетила штурм и пробежалась по стенам крепости. Только вот настоящая армия умирала на улицах под ними, по уши в крови и в дерьме. Если годы службы меня чему-то и научили, то только одному. Неважно, где ты, в бою или на балу, у тех, кто выше по праву рождения, всегда будут и лучшие места, и лучшее платье. Не нам менять этот мир, ведьмак. Рассказывай дальше. Так, начало штурма. Поначалу все шло гладко. Пока мы не нарвались на Ариана Лавалета. А это кто такой? Не припоминаю. И почему-то у меня другая броня сейчас. И другие... Не, мечи. По-моему, те, которые я выбрал. Но одежда явно другая. Ничего себе, салаги. Ну что ж, посмотрим, чего я стою в бою. Так, ладно, с солдатами легко разобраться. Вперед! По праву! Так, а это кто? Лорд Сексен, пробейтесь к центру и займите ворота. Отличный день для драки! Ваше личство! За мной, господа! За Тимерию! Лорд Сван, вы ваши люди, за мной. Надо достать Ариана Лавалета и сломить дух защитников крепости. Будет исполнено. Геральт, господа, за мной! Вперед! За славой! Я не знаю, стоит ли королю стоять с открытым лицом. Мог, по крайней мере, взять какой-то шлем с забралом. Отступать, ядреной матери! Куда прете, как стадо баранов! Хорошо стоят, сукины дети! Если так и дальше пойдет, они перестреляют нас, как уток! Есть мысли, что делать? Хм. Баллисты нам поможет. Баллисты. Почему-то она стоит просто в середине... В середине... В середине города. Ладно. Баррикады, значит. Так, эту часть я помню. Отлично. Отходим пониже. И вот здесь начинается... Вот здесь первое... Первая проблема. Первая проблема. Ладно. С этим я этих раскромсал. Но надо еще добраться до баллиста. Куда ты стреляешь? Ё-моё. Ага. Так, отходим. Черт, промахнулся. О, ё-моё. Вот я попал. Так, это... Парировались. Черт, прямо щит ему шлепнул. Ладно. Это получилось. Но там я вижу еще одного персона. Так, управление полистой. Блин, я еще-то ее не видел. Так, как мне ей тут надо было управлять? Так, вроде не здесь. Ну что, еще где-то. О, ладно, понял. Одного придурка оставил себя за спиной. А, надо было всех убить. Хорошо, зериканская сабля я тут покромсал всех. Так, давай, Геральт. Крути. Уже зачет. Это накрутили. А, ну конечно, еще придурки. А, я люблю этот удар с поворота. Так, я вижу одного придурка. Больше никого нету. Да, это последнее то, что ты мне сказал. Так, здесь где-то еще один есть, по-моему. Может, и кого-то пропустил. Ну не, вроде никого не пропустил. Так, настроим баллисту. Так, еще идут. Да, и впрямь еще идут. Ух ты. Черт, попал все-таки. Так, вроде бы все. Ладно, стреляй. И прямое попадание. Отлично. На башню, парни! Все на башню! Боги с нами! Боги. Ха-ха. Ладно. О, взять все. Ничего здесь не пропустил. А это что такое? Место силы? Ммм. Довольно-таки круто. Так. Надо проходить. О, е-мое! Ну че, вы хотите потанцевать? Паракульники! Да, с этим довольно-таки просто разобраться. Блин. Попал в меня с арбалета. Наверное. Да, и самое прикол это то, что от этого смысла... А, не. Может быть и было. Так, я думаю, что здесь... Да, можно подняться. Так. Так. Ой, смотри, теперь здесь. Давай, Геральт. Оп, я что-то заметил. Короткий... А, не, короткий меч мне незачем не нужен. Отлично. Вроде бы это все. Хотя, не, может быть здесь еще враги где-то есть? Да, их прям? Пусть свобода со мной! Кто верхом будет на башне, кому вина подправлюсь, это не рыцари, это не звездыки! Двери! Кружите двери! Давай. Давай. Давай, пропусти меня. Игра сохранена. А, не. Они очень решительно настроены, я смотрю. Ага, вижу. Так. Так, режем этих. Черт, потерял много здоровья. Нужно быть осторожнее. Давайте, ребята, вы его покромсайте, а я сзади побегаю. Так, похоже, тяжелый блок будет, походу, то ли способность, то ли еще чем-то. О, найс. О, море, благодарю. И еще одно железное кольцо. Не знаю почему. Быстро соберем тут. Ууу, усиление для доспехов. Так, прыгаем. Ага. Отступитесь! Мы вас перебьем, как бешеных собак! Ариан Лавалет. С этим будет нелегко. Сдавайся, Ариан. Я буду обращаться с тобой по чести. Ты задолбал, Твое Величество! Засыпай их стрелами! Вперед, ребята! За Тимерию! Они отлично защищены. Есть предложение? Попробую сам туда залезть. Если лучники меня прикроют, должно получиться. Это сын Луизы и старого барона. Владитель этих земель. Взбильчивый и с мечом управляется хорошо. Будь осторожен. Попробую его образумить. Прикрывать ведьмака! Так. Так. Так, нужно быть осторожным. Чёрт. А, неплохо они. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Так, быстро инвентарь. Я вот совсем забыл о чём-то. Так, эликсиры. Чайка. Росстановление здоровья. Только во время медитации. Ну, конечно. Здесь нельзя выполнить это действие. Спасибо. Так, поднимайся. Благо, здоровье быстро восстанавливается. Например, быстрее, чем в первой игре. Так, вроде тут где-то враги есть. Быстро постоим здесь, чтобы восстановилось здоровье. Славный Геральт из Ривии. Низко же ты пал, ведьмак. Говорят, будто ты один из лучших фехтовальщиков Севера. Вот и проверим. Хватит смертей. Сдавайся, и Фольтест отнесётся к тебе по законам чести. А где гарантии, что он не перережет всех? Нет никаких гарантий. Фольтест опозорил мою мать. А теперь ещё с Нильфгардцами и кшается. У короля целая армия. У тебя горстка храбрецов и твоя честь. Через минуту ты потеряешь их. Выбирай. Слышали, парни? Король прислал к нам ведьмака. Хочет, чтобы мы сдались. Чтобы мы забыли, что такое честь и гордость. Предлагает выбрать, жить нам в позоре или умереть от ведьмачьего меча. Вы хотите такой жизни? Хотите гнуть шеи перед Фольтестом? Никогда! Ты слышал, ведьмак? Они не хотят. Сложи оружие, парень. Это не игра. Не губи людей. Сдавайтесь, и король будет милостив. Хватит с моей матери королевских милостей. И что ты собираешься делать? Бросишься на меч или убежишь? Он сделал из неё потаску. Это правда. Только резня или геройство этого не изменят. Теперь бросайте оружие. Если с моей матерью что-нибудь случится, я найду и убью тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ариан Лавалет сложила, оружие. Надо же. Ты говорил с ним? Пару минут. Перед тем, как его забрали в камеру пыток, изменникам у нас нелегко приходится. Рассказывай. Хм. Кстати, а что с драконом? Развалил пол замка, перебил кучу войска и смылся. Куда? Куда-то в сторону Айдирна. Он нас всех едва не сжёг. Так, был какой-то дракон. Тоже хорошо. Ариан Лавалет стал замок. Открывайте. И что, он жив? Да жив, жив. Я не мстительный. Открывайте. Если покаетесь, я вас помилую. Это надолго. Похоже на то. Мои чары не помогут. Основные силы уже переправляются, они будут в городе раньше нас. Пойдём в шатёр. В лагере сейчас пусто, уютно. Войны мне на сегодня хватит. Заманчивое предложение. Смотри, особый отряд короля. Покажите его! Ты мне не веришь, пёс? Открывай сейчас же! Эффектно. Государь. Верно, ну, Роша. Докладывай, Роша. В городе продолжаются уличные бои. Большая часть наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город. Жгут, насилуют, грабят. Лавалеты ещё держатся в районе монастыря. Что с баронессой? Удалось взять живой. Сейчас в безопасности. Я надеюсь, вы с ней ничего не сделали? Как приказывали. Она прекрасна, как всегда. Только вот детей при ней не было. Известно, где они. В монастыре. Но данных разведки пока нет. Через мост. Закрыть короля! Ладно, рандомный графон. Пляйся, дракон! В укрытие! Берегите короля! Под крышу! По пальцу, грабил, потяжоно оболе! Все, и тепло, дракон. Насторгался. Даже не верится. Мериколь, хватит восторгаться. Заколдуй его как-нибудь. Все не так просто. А засходи на столице. Бляйся, дракон! В укрытие! И как с такими чудовищами бороться? Никак. Бежать от них надо. А посох-то у нее откуда появился? Ты меня прикалываешь. Я долго не вы... Брис! Мост горит! Быстро сюда! Э, давай, двигайте по центру. Да, ребята, конечно, храбрые, но это им не поможет. Против дракона, по крайней мере. Гребаный дракон едва не похерил всю войну. Наверное, его спугнули звуки битвы. Хватит уже о драконе. Расскажи, как все закончилось. С того момента, как рухнул мост, ты почти все время был со мной. Почти. Расскажи, как ты оказался во дворе монастыря. Она во дворе монастыря. Интересно. День штурма. После полудня. Что у нас здесь происходит? Оговорили под стены, не подойдем. Полдня, и город взят. Доложить обстановку. Бои за замок продолжаются. Группа мятежников забаррикадировалась в святилище. Что с моими детьми? Видимо, тоже внутри. Фэн прижал жильца. Тот сказал что-то о ходе под стенами. Таран будет разве что через неделю. Попробовать топорами? Долго. Да делать нечего. Этот жрец. Что с ним? Какой проход? Потерял сознание, пока я его раскручивал. Он сейчас под стражей внизу. Займись им, капитан. Так точно. Силас, бери двери на себя. Фэн, за мной. Ведьмак. Государь. Есть задание как раз по тебе. Вернан умеет убеждать, но иногда бывает слишком горяч. Попробуй своими силами поискать другой путь. Если убедишь их сдаться, тебе вся визима позавидует. Хорошо. Мятежники не причинят предать детям. Солдаты лавалетов ничего не сделают детям баронессы. Я не успокоюсь, пока их не увижу. Надо действовать быстро. Бунтовщики сами загнали себя в западню. Я не хочу ждать, пока они догадаются, что детей можно использовать как заложников. Может, Роше вытянет что-нибудь из этого жреца? Город большой. Чтобы найти детей, нужны хоть какие-то зацепки. Я рассчитываю на него, но время не ждет. Осмотрись вокруг. Тут может быть тоннель, какой-нибудь подкоп. Поищи его. Мои люди тебе в таких делах не чета. Хорошо. Скоро увидимся. Я пошел. Я рассчитываю на тебя. Где топоры? Шевелитесь! Ладно, здесь тогда и остановимся. И в следующей части тогда будем искать проход на территорию святилища. Так. На сегодня тогда это будет все. Итак, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, тогда подпишитесь на мой канал. Если вы поставите лайк или напишите коммент, это будет очень-очень полезно. И не забудьте, что у канала есть свои странички в Фейсбуке, Твиттере и Вконтакте. Ссылки на них можно найти в описании этого видео. И да, на этом тогда и все. Спасибо вам за то, что смотрели. И увидимся в следующий раз.